Сегодня мы рассмотрим каноническое фронтование, как оно применяется к сверхпроводящим цепям. Вообще сам фиксик очень простой. Его можно рассказать, наверное, минут за пять. Наверное, практически исчерпываю в эфир. Но мы его с вами сегодня, ну, фактически будем решать задачку для частного случая одиночного жильцовского контакта, чтобы условить этот метод и получим какие-то осязаемые, физически ясные следствия. Понимаем, что такое режим, когда хорошо определен заряд, или, наоборот, что такое режим, когда хорошо определен пазм. Перед тем, как мы начнем, я хочу у вас спросить. Знаете ли вы, откуда происходит соотношение неопределенностей? Ну, много откуда, в принципе. Ну, расскажите. Ну, как вы говорите? Расскажите. Как вам происходит? Ну, в ТР-физике, там, если вы считаете каких-то новых величин, то из этого следует, что если кому-то там неравенны веруют, то мы эти величины неравенны верить, то есть там есть неопределенности. Хорошо. Как... Вот давайте я вам такой вопрос задам. Вот у меня есть Джессон Слагатат, у которого есть индуктивность, и, собственно, сам туннельный элемент. Туннельный элемент характеризуется каким-то параметром Джессонской энергии. Конденсатор характеризуется емкостью. Здесь может быть электрический заряд, который характеризует состояние конденсатора. А состояние Джессонской энергии характеризует перепад фазы между берегами сверхоплодящими. Вот такой вопрос. Какие будут коммутационные соотношения между двумя этими физическими величинами? Как их вывести? То есть, вот вы говорите, что есть коммутационные соотношения между координатой и импульсом, да? В каком-то механике. Напомните, какое? IH. Ну или минус H, точно. Да, просто IH. Вы это коммутационное соотношение легко проверяете, если вы знаете, что оператор 1 плюс n это минус H dpdx. А вот это знание у вас откуда происходит? Ну, просто мы выбираем оператора такими, чтобы они в пределе давали классические результаты. Так, вот это уже интересно. А какой классический результат? Ну, просто будут совпадать предсказания с классической теорией. Вы сейчас утверждаете, что фактически мы вид этого оператора подбираем так, чтобы было вот такое коммутационное соотношение? Правильно? Ну, я думаю, делаем не в коммутационных соотношениях, а просто там, чтобы равнение движения уже получалось. Правильно. А какое-нибудь одно равнение движения можете привести в качестве примера? Мне сложно сказать так стало. Ну, такой хороший пример это уравнение гамильтона для какой-нибудь физической личины f. Ну, вот мы, например, интересуемся по поводу на соотношение между x и p. Для этого можно взять какую-нибудь физическую личину произвольную, которая зависит от x, p, y, в общем случае. И можно посмотреть, как она меняется со временем в классической механике. Да? df по dt. Ну, точнее, вот так, в полной произведении. Сможете напомнить уравнение гамильтона, которое описывает, как меняется эта функция? Потом скобки полосуна и еще нет частных изгибов. df по dt плюс скобки полосуна. Скобки полосуна я вам сейчас напомню таким образом. Ну, поскольку у нас мы взяли только одну координату, то здесь не будет суммы, здесь будет просто df по dt df по dt df по dt минус d... Ой, pardon. Дальше. df по dt df по dt df по dt координаты импульса она является. При этом здесь координаты импульс играют роль канонических переменов, да? Это вам тоже понятно, что здесь. Что это такое канонические? Канонические сопряженные перемены, да? Ну, вот, например, координаты и скорости, они канонические сопряженные, или нет? Да. Да. А вот это координаты. А координаты импульс? Ну, скорость импульса, да? Ну, все-таки отмечаются они только координаты, да? Сейчас мы собираемся, в отличие от предыдущих занятий, как можно больше говорить строго. Вот, то есть, все-таки чем определяется канонические сопряженные переменные координаты? Прямо строго определения. Почему именно импульс, а не скорость канонические сопряженные? Ну, в такой строгой теоретической механике вы никогда не будете здесь скорость писать, будете именно импульс писать? Да. Определение переменной, канонические сопряженные координаты, будет такое. Д, OD, подставку x, 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 правильно. Вот, значит, вот это уравнение будет верно, если x и p, это две взаимно сопряженные, канонические сопряженные переменные. Вот. Значит, смотрите, у нас есть классическое уравнение. Теперь, вы говорите, что уравнения движения классические и квантовые должны совпадать, и тогда оттуда мы выведем, какое должно быть коммутационное соотношение для нашей перемены, с которыми мы интересуемся. вы сможете вспомнить из квантовой механики среднее КВСД? Какое там уравнение такое характерное есть? Среднее КВСД. 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 Ага. Так. Чтобы не делать ошибки, да. Вот такая штучка. Да? Да. Здесь стоится. Вот. Значит, я вот, как вы правильно сказали, то, что вы сказали, называется принципом соответствия. То есть классические формулы должны переходить в контур и наоборот. Это будет верно, если мы... Вместо вот такой скобки полосонопластической будем писать вот такую скобку полосона квантовую. Вот, соответственно, давайте возьмем... Найдем скобку полосона для координаты и импульса. Получится тривиальная вещь, да? dx по dx, dp по dp, минус dp по dx, dx по dp. Короче, единичка, да? Ну вот из этой единички как раз и следует то, что у вас есть вот такое коммутационное соотношение между импульсом и координатой. Это будет верно для любой пары канонически сопряженных переменных. Вы можете взять не координату x, а какую, если у вас более сложная система. Вы просто выберете какую-то удобную вам каноническую координату и вот по этой формулке найти, что такое канонический сопряженный импульс. И тогда автоматически вот из этого соотношения будет следовать, что будет выполняться вот такое коммутационное соотношение между коммутационное соотношение между коммутационным соотношением. Вот это мы оставим более компактным его запишем здесь, да? Как только мы находим канонический сопряженный импульс, сразу же автоматически втекает соотношение неопределенности. А уже какой вид оператора будет канонического импульса по отношению к оператору Тернамо? Это как раз таки подгоняется под то, чтобы получить вот такое соотношение неопределенности. Ну и как вы уже сказали, да, из этого следует соотношение неопределенности в операторном виде, из него следует соотношение неопределенности для средних величий, да? Δx, Δp, LH, LH. Вот в этой задаче, чтобы найти, каково будет, будут ли возможно измерить одновременно разность фаз и заряд конденсатора, если это невозможно, то какое соотношение неопределенности, чтобы ответить на этот вопрос, нужно выбрать какую-то одну из этих ключевых причинок за координату, а потом найти по этому рецепту канонический импульс, и когда будет известен импульс, вы можете связать этот импульс с другой координатой. Например, фазу возьмете за x, и тогда вы посмотрите, канонический импульс, как будет связан с зарядом. Вот оттуда будет видно соотношение неопределенностей. Ну давайте это проделаем с вами. Кто-нибудь один, вот например, выполнен давно. Там зеленый маркер. В общем, задача найти, как соотносятся неопределенности фазы и заряда. В общем, это я умер. О, отлично, отлично, замечательно. Плюс полмивольный ежин. Ежин? Семен. Она белокожанная, где записать, наверное? Да. Ну, разность кинетической потенциальной. Вот эта штука пытается вспомнить, как от фазы зависит, да? По джессонской энергии обычно понимают коэффициент в зависимости от энергии перехода от фазы. И вот тут стоит еще один минус восемь. Ну, тут тоже порядка. Так. Ну, если... Х, это у нас Фи. Угу. Уйдем в делянку. Угу. Нам бы найти вот это? Угу. Нам нужно сделать, чтобы угрынжал зависел только от Фи и Фи с точкой, да? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Может быть, это неправильно. Мы можем сделать... Так. Давайте поднимем. Может быть, правильно? У нас просто есть ЭЛФИ. Нам нужна ЭЛФИ с точкой как-то. Нам надо напряжение выразить как-то через фис. Ну, вот, вот. Вот. У нас проженщина с источкой. Это соотношение между словом второго. Это у нас как аналог импульса. Это канонический импульс. Мне интересно, как соотносятся фазы и заряд, их неопределенности. Теперь этот канонический импульс я бы попросил вас связать с зарядом. Удобно. 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 Спасибо, вы справились. Обратите внимание, что заряд оказывается связан с фисточкой. А фисточкой это у нас с точностью до коэффициента импульс экономический. Теперь я допишу. Здесь вы можете видеть напряжение. ряда к квадрату. Удобно. Удобно. Вдобно. Удобно. можно трактовать как наличие личного шла куберовских пар. Q на 2e мы можем обозначить как n. Дальше. У нас есть соотношение непределенности между координатой и импульсом. Фаза и наш импульс. Здесь он стоит. Число куберовских пар на h имеет такое соотношение непределенности. Из этого мы видим, что есть тоже другое соотношение непределенности для фазы и числа куберовских пар. Если заряд выражать не в кулонах, а в штуках частиц, то получается вот такое соотношение непределенности. Собственно его надо было найти. Ну и запомните его тоже легко, потому что и φ, реально они безразмерные. И справа только безразмерное число. Вам нужно усвоить очень твердо, что скорость изменения фазы, заряд, число куберовских пар, напряжение, экономический импульс, с этой сточностью до коэффициента одной и той же. Ну и теперь вы можете понять, что одновременно вы не можете проверить, что у вас находится на обкладах конденсатора и какая разница в фазах. Это канонические сопряженные переменные. Соответственно, если у вас джессонский контакт находится в таком режиме, что вы точно не знаете фазу, Ну другими словами, вы хорошо знаете. Да, вот еще полезная штука. Значит, фаза, она в случае, если ток через джессонский контакт идет маленький, это примерно то же самое, что ток и то же самое, что магнитный поток. Вещи, в общем, друг с другом связаны. Заряд, магнитный поток, ток и заряд. В общем, это канонические сопряженные вещи. Если вы хорошо знаете все, что стоит здесь наверху, вы плохо знаете то, что стоит внизу. То есть у вас хорошо, допустим, зафиксировался заряд на обкладках конденсатора, вы тогда совершенно не знаете, какой ток течет через джессонский контакт. Вот и наоборот, если вы знаете точно, какой ток вы пропускаете через контакт, вы совершенно не знаете, какой рецепт потенциал или какой заряд. Значит, в этой задаче это канонические сопряженные вещи. Хорошо? Есть вопросы? Нет. Так, тогда пойдем дальше. Следующий шаг в каноническом инфлянтовании – это вы можете вывести уравнение для динамики какой-нибудь физической величины на основе комбинутационного отношения с гамитоньяном. А можете сразу написать уравнение Шри-юкера. Что такое ПСИ здесь? ПСИ – это вероятность при измерении получить то или иное значение вашей канонической координаты. То есть здесь волновая функция – это в некотором смысле в туду вероятности измерить фазу другой волновой функции. Вот такая интересная получается штука. Вы помните, что ФИ – это разница фазы между берегами шестонского контакта. А фаза – это фаза параметра порядка или, другими словами, фаза общей волновой функции конденсатора. Вот только эта волновая функция, она макроскопическая. И мы хотим понять, какая будет у нее динамика. То есть как она будет меняться во времени. Это штука, которую можно как-то померить. Например, фаза связана с магнитным полем, с векторопотенциалом магнитного поля. Но, другими словами, фаза завязана на магнитный поток. Магнитный поток вы можете придумать принципиальный способ как померить. То есть такая интересная штука, что вот это вот коллективное состояние, описанное волновой функцией, здесь играет роль некой классической макроскопической физической величины. И уже динамика этой величины описывается квантово-механическим уравнением. Вот это так называемые явления, которые связаны с динамикой вот этой фазы, которые описываются, не могут быть описаны классической динамикой. Ну, вот как вот мы делали с помощью потенциала сэрель доски, они называются истинно квантовыми. То есть квантовая механика нужна для того, чтобы объяснить, что есть сверхопроводимость и джессоновский эффект необычный, который невозможно придумать в классической механике, в классической динамике. Но, тем не менее, это не истинно квантовое явление. То есть оно настолько же квантовое, как, например, какие-то аномалии теплоемкости. Это просто штука, которая описывает макроскопическое состояние системы. Вот. Значит, хорошо. У нас есть вот это уравнение. Ну, там, соответственно, вы можете рассматривать его стационарную версию и найти, какие возможны стационарные состояния. вот это вот джессоновский контакт. То есть, какие состояния может иметь вот эта фаза фи. Значит, я тогда предлагаю... Сейчас будет такая довольно долгая задачка. Может быть, разбить ее на две. Да, давайте разобоем на две. В общем, два выписывали гамильтониан. Я вам сейчас займу. И мы попробуем с вами найти, что же это будет за состояние и какие будут энергии джессонского контакта. При условии, что фи не слишком велико. То есть, мы запишем потенциальную энергию вот в таком виде. Это понятно, да, что я сделал? Для этого нам понадобится прибегнуть к теории возмущений. То есть, сначала мы рассмотрим гамильтониан квадратичный, найдем его энергии, а потом будем рассматривать фи в четвертой как поправку. Кто будет добровольцем? Я думаю, вы на контрмеханике решали какие-то задачки с нахождением поправок энергии, да? Ну да. Хотите вы? Ну, я могу. Давайте попробуйте. Так, и что надо делать сейчас? Сейчас нужно найти, какие будут уровни энергии. Ну, сначала без учета вот этих решений. Можно записать, а можно сослаться на уже существующее решение. Ну, видно же, да, что это гармонический осциллятор? Ну да. 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 Так, то есть, мы берем функцию просто основного гармонического осциллятора в одном, да? И на уровне энергии, соответственно. Что там было? В гармоническом осцилляторе там… Ну, гармонический осциллятор выглядит вот так вот. Это решение, да? Ну да. Вместо омеги у нас здесь что получается? Вот. Я думаю, это и есть основным смыслом того, что важно сделать. Да, омеги же не наш. Что-то так. Вам нужно найти, чему будет равно в той омеги, да? Да. Вспоминайте, как она находилась в задаче для гармонического осциллятора. Ну, она вроде бы энергия не была изначенной. Вот. Но изначально, говорите, у меня в том, что вы решали на кронотовой механике, был такой. В в квадрате на 2м плюс к х квадрате пополам, правильно? Ну да. На корень с к на м. Вот в квадрате вот… На корень с к на м. Ну, давайте, да. В через фи штрих. А, стоп. В у нас… Окей. Я лучше перешу, тогда говорю, что меня начали с фи штрих. Так, как там было… там… фи штрих и… h делить на 2e, да? Да. Угу. Вот так. Вот так. у нас становится… Так. 2e делить на h квадрат. Так. Вот так. Получается как-то так. Да. Похоже на 2e. Ага. Ну, тогда у нас омега равна корень с… Держи, делить… Так. Угу. 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 Вот. Вы пока не уходите. Я сейчас сделал несколько комментариев… Джезсонская энергия – это характерный масштаб энергии, который может запасать джезсонский контакт. Вот. Есть ещё характерный масштаб энергии, который может записать конденсатор. Этот масштаб называется зарядовой энергией джессантского контакта и обозначается, этот масштаб равен Е в квадрате на 2С. Теперь выразите эту частоту через ЕС. Тогда у нас получается, что на ЕС равна Е, тогда получается, что это равна... ... Да, сейчас... ... ... Можно стелить вот так. Все равно... Верх квадрата на 2С, это вроде правильно. Тогда вот здесь, да? Сейчас. Масса, это что, то, что у нас... Да, мы на массу делим, и у нас С наверх приходит. То есть, полночь на 1С. Смотрите. А у вас сейчас какое-то вы взяли? У нас импульс, это что? А, 100. Импульсом мы не считаем в данном случае что? Вот. Так. Так. Окей, я просто так считала импульсом классовый источник. Тогда... Так. У нас С еще появится там, получается. Я считаю. Значит... Смотрите. А, я надо выбирать на 2С. В. 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 Вы берете в следующую шицу. вот вы видите какие-то штуки, сделайте её, чтобы она выглядела только под этим двоём, тогда масса на той части доски так, b у нас cv на h на 2e, то есть можно выразить v, просто подставить так, v равно 2e, не делить на ch, мы это поставим в h, h равно c там же будет что-то тихо, я вернее такое, где свежие цены вот так, ну плюс не, ну вау, вау ну да, попробую, что ж так делаю тогда, всё, тогда понятно тогда массой мы считаем c9 так, ch2e2 вот так наверное да походу вот так вот так цель знаменателю да и цель получит то есть то есть 2e вот ну да, мне нужно вместо c поставить то есть и квадрат и цель ну всё, тогда будет получается 2e делить на h и и и и и и и и так хорошо пока не подите значит, очень удобная формула сейчас я её ещё перепишу так же закинуть сюда, двоечку сюда, значит, корень из 8, ЕЦ, ЕГЭ. На прошлом занятии мы с вами рассматривали, ну, тот же самый потенциал постирания доски, который мог быть, в принципе, без наклона, то есть то, что мы сейчас имеем, без внешнего приложенного доктора, и там мы говорили про плазмную щитоту, да? Плазмная щитота – это щитота классических колебаний, если бы мы представили вот этот ворджетсонский контакт как некую индуктивность. Мы ее записали, мегаплазмную записали как 1 на корень из АЦ. Взяли ворджетсонскую индуктивность сюда подставили и получили некое соотношение. Вот вы можете проверить, может быть, мы даже сделали такую же запись в прошлый раз, что вот эта штука, она в точности совпадает с вот этой формулой. То есть характерная энергия, на которой стоят уровни энергии системы, вот эта простейшая, состоящая из джессонского контакта и его собственной емкости, они определяются плазмной щитотой. Ну, что как бы логично, да? Проближен у нас есть гармонический осциллятор, в котором могут быть собственные хребания заряда. Вот, теперь давайте сделаем так. Запишем вот этот библютониан через операторы рождения и уничтожения. Зачем нужно записывать гамильтониан через операторы рождения и уничтожения? Какой выигрыш из этого? Чтобы интеграмы не читать. Чтобы интеграмы не читать? Значит, смысл в том, что в таком простейшем случае у вас здесь в конце концов будет запись вот этого всего дела через некий коэффициент, ну, конкретно вот такой, умножить на сумму. a плюс a плюс 1 вторая. И вы можете показать, что вот эта штука, если она подействует на некоторое состояние, сначала a, потом a плюс, это будет эквивалентно потому, что вы просто умножите на n, где n это номер уровня, да, если вы берете собственное состояние непроизвольное состояние. Вот, и отсюда вы уже сразу делаете вот этот вывод. То есть вы получаете значение энергии напрямую вот отсюда. То есть я за вас уже написал, чему равны, как выглядит гамильтониан в такой записи. Давайте тогда попробуем вспомнить, как выражаются эти операторы a плюс a через когнату и импульс. В картинах там, по-моему, что-то вроде a плюс плюс a делить пополам. А, по-моему, там, да, попишите, пишите. А, по-моему, что на уровне было a через x делить, а, типа, 1, x, плюс x, и, по-моему, и так. Это будет очень минус. Я вот это все не могу. Ну, вы просто можете видеть, что если вы сейчас это сюда подставите, там, ну, запишите импульс тоже, да? Да, импульс, я не помню. Там минус. А, да что? А, минус. Здесь, конечно, не хватает размерного коэффициента, да? Потому что если вы все это перемножите... Да, да. Ну, понятно, что у вас импульс и карната будут неправильные размерности. Вот. Ну, в общем, идея такая, что когда вы имеете запись операторов координата импульса через оператор рождения и уничтожения, вам становится легче считать поправки всякие, в частности, вот это. То есть вы сможете выразить фи в четвертую через четвертую степень того, что вы записали, да? И потом... Вы, наверное, делали такое, да? Да, да. Мы начали все делать. Давайте тогда это будет втрача и задача, и вам спасибо. Я выпишу более аккуратное, ну, с точностью за консцентом выражение, и кто-нибудь найдет поправку к энергии. То есть вот это энергия невзмущенного гармонического осциллятора. Если бы у нас совсем маленькие... Во время вот этих вантовых осцилляций совсем маленькие токи протекали через джессонский контакт. Если эти токи будут довольно большие, то мы не сможем вот рассматривать косинус как гармонический осциллятор, ну, гармонический потенциал, надо будет учитывать уже пик четвертый. И тогда будет видно, что уровни энергии немножко будут негармоничны. Тут, как говорят, появляется ангармонизм. Вот. А что-то? Икс у нас равен h1nω в корне. Напишу калет и здесь. Чтобы там место было. В это и. Так. Хорошо. Вот. И теперь можно вот это применить, чтобы найти... Опа. На этой части доски. Давайте... Если нет добровольцев, то пойдет Мария. Теперь мы работаем с теорией возмущения. Ну, у нас здесь получается... И нам нужно найти поправку... А давайте будем сразу искать поправку к... Да. Ко-а-а. 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 Вам пригодится формула для массы. Я ее стер. Сейчас установлю. Здесь работают h2nω в квадрате на 8 ЕС. Ну, там вы записали формулу через емкость, а емкость она связана с ЕС. Вот такая получается. Так. Амфи это у нас х, кстати? Ну, да, да. Это просто формула изучательника. Так, мне кажется, что... Так, мне кажется, что... Получается... А... В будущем будет... Пашу, у него... Пашу на 2 емко. У него есть квадрат. Так. Так. Вот так. Там, который... Там? Там? На... На... Я сразу вам скажу, что вы потеряли минус. Видите? Здесь минус. Да. Из плюс. Ага. Вот что тут с минус. Так. Ну, теперь... Так. Вот у нас это плюс. Мы подблюем корень в землю плюс один. И вот здесь тоже вы потеряли степень. Ага. Четыре. Угу. Ну, вот. Так. Теперь получается... Ага. Так. Можем. А, да. Сначала... Сколько я, наверное. Угу. Не. Как-то... Это не когда четная степень можно просто... Степень полосы. Четная степень кого? Ну, из четверта это... Да. Ис квадрата на x квадрата на x квадрата... А x... Ну, скажу, скажу, может... Ну, собственно. это значение это будет модуль от x квадрата на н квадрат модуля, да так проще сейчас то есть можно просто просто написать просто n, n, n нет можно написать да, 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 пожалуйста давайте чтобы вас различать у вас как бы зеленый да, да, да вот так надо проще а почему так? дай катыш нет я знаю, что Julian будет сопряженная будет сопряженная aged цwin почему он квадрат, модуль квадрат на Сотнее не квадратно Если бы у нас было x в квадрате на x в квадрате Это был бы квадрат в модуле, а это не будет квадратом Это самый цикл не новый Да, x в квадрате, то есть тоже действует справа или налево Я просто... То есть с правой или налево А это будет в квадрате просто Давайте попробуем так Ну то есть так намного легче А ниже категория еще? Сейчас, я пытаюсь найти квадрат, потому что по-моему ответ не получится Если вычитать квадрат Ну давайте попробуем Мне интересно, давайте посмотрим Окей, начну вычитать квадрат в квадрате Что у нас получится? Все Это будет... Да, вот это вот Да, точно Может получится, что корень из n плюс 1 на n плюс 2 на n плюс 2 Смотрите, я вам такую подсказочку дам Вы же потом собираетесь это тоже на n умножать, да? Да А, да Ставьте только то, что с n Не, мы это в квадрате не взяли, так что все надо Вы... сейчас Значит, все виднее Да, если мы будем в квадрате взяли, то вот тут Ну хорошо, ладно Вот тут как раз и сложности выплывают Ну ладно, давайте Давайте Так, в cadre В программе Кョпервых И второй И потом ИENTS То есть просто n На стене У нас корень уже Энкосеги На стене И На стене На стене На стене На стене На стене Теперь нужно это подвести в коврад Что значит подвести в коврад? Надо умножить Слева Получается Вот это будет только самим собой То есть В коврад Сейчас просто В коврад На стене На стене Дальше Плюс Квадрат Плюс 2 А В коврад В коврад На стене В коврад В коврад Вы тут отбываете, что вы хотите подскажите? Ну, когда мы отдаемся на это, и надо опять на это. Или можно было сразу записать вместе, да? Ну, да. Как сказать, передадим тем же зрения? Ну, да. Ну, да. Химия, это то, что там? Да. Почему не то же самое? Если не просто... Значит, только 2n плюс 1, да? Ну, квадрат позвольте, да? Да. А, ну... Нет, не то же самое. Нет. А почему нет, только я не знаю. Почему нет, то же самое. У нас получилось сейчас... Вот этот умножитель весит n плюс 1 в квадрате. Соответственно, скобочки раскроем, получается то же самое. А, да, да. Это же вы еще вот это берете, да? Да. Вот это, да? Вот это я думаю. А, да. Я думаю. Да. Угу. Класс. Хорошо. Так. А это будет просто вот это. И что получилось? Так. Это будет наша выправка. Окей. Теперь нам надо одно состояние подставить. Где у нас... где у нас какая-то нужная возможность? Угу. Угу. Давайте вот с этими r-ками разберемся, посмотрим. Я хочу просто сверить. А, раскрыть. Ага. А, раскрыть. 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 5, 6, 2, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 Хорошо, правильно сошлось Значит будет Еg на 24, H на 2, квадрат, 6 на 1, 6 на 1. Теперь масса. Ага, да, H на 8, а вы все лежите. Это у нас ЕВФ и ЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ Рекомендую Омегу убрать. Может быть Омегу в квадрате, да? Ну просто расходить квадрат и Омегу в квадрате. Так, Омегу в квадрате это Омегу в квадрате. Нет, Омегу в квадрате это 8. То есть ЕЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ. Вocу так получается.... Можно? А вот мы вот там же в этой строчке снизу подставили вместо фи просто х. А у нас же фи это как бы не совсем х. Мы определяем фи как, выбираем, ну, произвольно. Мы начинаем с того, что выбираем фи как координату. А там коэффициент не должен быть? Нет, коэффициент будет вот в этой связи импульса. То есть импульс мы считаем, исходя из того, что мы взяли координату. Координату мы строго выбираем фи, хотя могли бы выбрать ток или магнитный поток. Ну, мы выбрали фазу. И тогда импульс получается вот такой, с точностью до коэффициента. Коэффициент здесь как-то с импульсом возникает. Просто по размерности разве сойдется? Мы же... Уже сошлись. А, в смысле, что фаза безразмерна, а x-размерна? Да. Здесь x-это обобщенные координаты. То есть это не имеется в виду что-то измеряемое в метрах, а какая-то обобщенная координата. Важно, чтобы произведение размерности вот этой непонятной обобщенной координаты, которая может быть производной, и обобщенная импульса давала в итоге... А вот именно вот в этой форме просто у нас энергия умножаем на h на m, h на m это как бы координата, а энергия умножаем на координату, и это типа как бы поправка к энергии, должна быть размерность энергии. У нас здесь размерность, по идее, не энергия. Вот в этом ответе? Она определяется размерностью реабилитров А, их размерность определяется размерностью координаты Х, а она у нас взята фазой, то есть безразмерная. Так, ну правда, ну да, все хорошо, отлично, замечательно. Так, дальше я, наверное, сам. Все выкладки возле меня сделали правильно, критично. Спасибо. Спасибо. Теперь дальше мы будем пережевывать результат. Ну, то есть видите, что в принципе ничего здесь сложного нет, да? Вам нужно просто какое-то правило для того, чтобы понять, что у вас является каноническим импульсом вашей задачи. И это правило вот такое. Дальше вы идете по накатанной дорожке, то есть материал для того, чтобы это все понять, вы включились бы на... Получилось третье курсы, да? Ну, буквально 7 месяцев назад. Вот. Но что это выливается? Скажите, можно ли стирать вот это делать все? Выливается это в то, что у нас уровни становятся неэквидестанными. Значит, теперь я могу вот с помощью вот этого записать, чему равна энергия этого уровня. Значит, гармонический вклад записывается вот в таком виде. И поправочек, как я только что вывели. Минус 3, c, d4, давайте, давайте, плюс 1. Вот давайте с вами посмотрим, чему будет равно e... Частота перехода между двумя ближайшим уровнем. h, omega, ну и что так? n-1, n. Если вы ее запишите, вы буквально просто вычтите одну энергию из другой. Я это не записываю, но тогда я вывел. Значит, ну понятно, что это будет h, omega. Напишу плазмами, чтобы не путаться. Потом минус e, c, d4. Значит, мы тут знали. Суббой квадратный минус. 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 Что здесь будет? 1 квадратик c в квадратик, да? Плюс 1. Так, здесь этот квадратик… n в квадрате у нас сократятся. Мы же n-1 и n-1. Вот здесь, да? Нет, в смысле мы ищем аж омега n, переходы между n-1 и n, или n-1 и n. А, ну да, пардон. Давайте напишем так. Нармально, да? Да, чего он упал? n в квадрате сокращается, остается 2n плюс 2, да? Вот, окажется, это то, что вы туда получите. n-1c, n, n-1c. Все, получается. Фиксированная личина. Фиксированная личина минус лице n. Вот. И вот теперь мы можем нарисовать, как у нас располагаются уровни на энергетической шкале. вот это промасштабы у нас 2 энергии резисов. Так, теперь я нарисую пунктирую. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Умфиры — это эфидистант на расположенный уровень. зеленое — это то, что мы получили в нашем решении, в первом порядке по теории возмущений, еще и в первом порядке по разложению потенциала. Вот. Значит, получается, что есть так называемый ангармонизм. То есть вот это расстояние будет больше, чем вот это. Это очень важно, потому что это позволяет как раз таки вот это устройство использовать как кубит. Значит, я напишу, что такое ангармонизм. Это частота h омега 0,1 минус омега 1,2. И мы видим, что это будет равно точности ЕС. Вот. 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 Теперь давайте пережевывать все это дело. Во-первых, представьте, что у вас ангармонизм маленький. То есть вы имеете практически гармонический осциллятор. и вы пытаетесь возбудить вот этот Джессанский контакт тем, что помещаете его в некое электромагнитное поле. Ну, понятно, что электромагнитное поле, оно имеет электрическую составляющую. Электрическую составляющую может связываться с конденсатором и возбуждать колебания. И таким образом у вас будет ваш Джессанский контакт связан с этим полем, и будет возможность осуществляться переходы с нижнего уровня на более усынки. Если нет ангармонизма, то есть у вас уровни перестантные, то вы начинаете возбуждать с нулевого уровня на первый, а потом, ну, поскольку это квантовая механическая сдача, то у вас со временем просто будет меняться заселенность нулевого и первого уровня, появится отличная от нуля еще заселенность первого уровня. Потом фотоны электромагнитного излучения могут возбуждать переходы из первого в вторую уровень, но при этом продолжать возбуждать с нулевого на первый. Таким образом у вас будет непрерывно заселяться все-все уровни, и вы будете получать какое-то довольно сложное состояние. Называется это состояние прегрентное. Мы о нем поговорим подробно в следующем семестре. В этом состоянии вы будете иметь фактически суперпозицию сразу всех уровней энергии, ну, с определенными коэффициентами. И такое состояние, оно не годится для проведения, например, квантовых вычислений. Вам нужно постараться для квантовых вычислений ограничиться двумя уровнями. То есть если вы будете возбуждать переход из нуля в единицу, вам нужно при этом теми же самыми фотонами не возбуждать переход из единицы в двойку. Вот именно для этого и нужен ангармонизм. Вам нужно для того, чтобы использовать квантовую цепь, которую вы проектируете, сделать ее ангармоничной. При этом величина ангармонизма определяет продолжительность импульсов, которыми вы можете возбуждать переходы. То есть понятно, что если ангармонизм будет маленький, и импульсы, ну, то есть фотоны, которыми возбуждать единицонский переход, будут иметь короткую продолжительность, у них будет разброс по энергии. Правильно? Таким образом вы, получается, одновременно будете слать фотоны разных энергий, и среди них может оказаться энергия в том числе перехода отсюда сюда. Таким образом ангармонизм, выраженный в герцах и взятый в степени минуса единицы, дает вам характерную продолжительность импульсов, которыми вы можете возбуждать переходы из нуля в единичку, не возбуждая более высокие. Вот, значит, я вам скажу для вашей эрудиции, что в современных сверхпроводящих цепях считается, ну, довольно, довольно большим ангармонизмом, ангармонизмом 200 мегагерц. При этом продолжительность импульсов, кто скажет, что будет равным в секундах? Просыпайтесь. Ну да, какие-то десятки мс. Почему нужно стараться сделать не слишком длинный импульс? Понятно, что если у вас импульсы будут длинные, да, достаточно длинные, какие-то микросекунды, то вам не нужен будет вот такой ангармонизм большой. Вы можете сделать ангармонизм поменьше. Но здесь вступает в игру такое принятие, как когерентность квантовой системы. Вот, возбудив джессонский контакт с нуля на единицу, вы обнаружите через некоторое время, что, ну, после выключения поля, вот это состояние нахождения джессонского контакта на единице, оно распадется. Он релаксирует обратно вновь через какое-то время. Связано это с тем, что эта система является искусственной и в этом смысле макроскопической. Макроскопическая система, она крупная и взаимодействует со всем, что у вас, ну, находится в экспериментальной установке. В том числе с шумами. Вот эти шумы и какие-то другие причины, там, может быть, дефекты, загрязнения на чипе, они приводят к тому, что есть конечное время жизни в возбужденном состоянии. Вот. И у современных квантовых систем это время жизни, оно порядка, ну, назову его там один, оно порядка 20 микросекунд. Вот. Если вы хотите использовать какие-то подобные системы для квантовых вычислений, вам нужно проводить, стараться проводить много операций, много возбуждений, поворотов в единицу времени. Вот. То есть вам нужно так, чтобы отношение вот этого времени к характерному времени жизни кубита и времени выполнения одной операции было достаточно большим, чтобы это были какие-то тысячи или хотя бы сотни. Вот. Таким образом, получается, что время жизни кубита, оно ограничивается сверху характерное время выполнения операции. Время. Продолжительность электромагнитного импульса, которым вы пытаетесь возводить кубит. Вот. И получается, что нежелательно делать кубиты с ангармонизмом меньше, чем 200 МГц. То есть это прямое следствие того факта, что такое характерное время жизни. Вот. Почему вообще сделать ангармонизм – это проблема? Казалось бы, если эта штука определяется емкостью, то можно взять сколько год на малую емкость, да? И у вас получится довольно большая зарядовая энергия, довольно большой ангармонизм. Ангармонизм. У нас же есть еще следующие порядки. Ну, не только первый порядок, где у нас вообще не было. А вот, если там, что, то есть, то есть, то есть, надо уже направить. Правильно. Пересекаться может быть. Значит, смотрите. Тут нам нужно понять, как соотносятся характерные масштабы энергии в этой задаче. Вот. Первый, самый большой масштаб – это джерсонская энергия. Вот. Мы тут рисовали ситуацию близкий к гармоническим. То есть, мы подразумевали, что у нас все вот эти уровни… Ну, я так ультриурно немножко нарисовал, что тут целых четыре уровня получается. Ясно, что, чтобы использовать теорию приближения, мы должны быть где-то вот здесь внизу. Вот этого потенциала, да? Вот. То есть, нам нужно было, чтобы H-омега-плазменная была намного меньше, чем джерсонская энергия. Правильно? Да? Вот. Ну, и мы можем поставить эту формулу и получить, что наш предел выглядит следующим образом. Верно? Да. То есть, если мы будем неограниченно увеличивать зарядовую энергию, и, конечно, увеличивать гармонизм, мы просто перейдем к тому, что у нас уровни просто поползут вверх, и вот эти все формулы не будут работать. Но это, конечно, не беда. Можно там как-то численно рассчитывать эти уровни. Я просто вам даю такую упрощенную задачку. Здесь есть еще технологическая проблема. Ну, кроме того, что вам нужно оставаться в пределах правильного решения, состоит она в том, что уменьшать емкость неограниченно мы тоже не можем. Почему? Потому что эта емкость определяется в такой простой схеме площадью перекрытия железонского контакта. Да? Ну, грубо говоря, это эпсион. Этилетическая провинциальность барьера умножить на эпсион нулевое, на площадь и делить на толщину оксиля. Значит, если мы уменьшаем емкость, мы одновременно с этим будем еще уменьшать железонскую энергию. Есть такая проблема. Потому что железонская энергия, она определяется критическим током, а критический ток тоже пропорционирует площади контактов. То есть одновременно уменьшать их нельзя. Ну, там типичные размеры, за которых можно дойти, это какие-то 100 на 100 мм или что-то около того. Как в этом случае выкручиваются? Я думаю, это можно выбрать, да? Для того, чтобы не были связаны друг с другом железонская энергия изрядовая, чтобы они не зависели от одной и той же площади контакта, делают вот такие схемы. У железонского контакта есть своя емкость, а еще можно шунтировать эту систему большой емкостью внешне. Вот как это выглядит на практике? Ну, на практике это выглядит, что у вас есть некий довольно крупный металлический проводник. Вот такой формы с зазубристой. Ну, более правильно сказать, это же два проводника. И у этих проводников понятно, что есть некая взаимная емкость, да? Вы можете сделать геометрию вот этих вот пальцев, ну, подобрать ее такой, чтобы получалась нужная вам емкость. И здесь поставить железонский контакт. Таким образом, у вас будет железонская энергия определяться в площади перехлеста, а вот эта вот суммарная емкость, она будет определяться в геометрии металлических проводников. Такая конфигурация называется трансмон. Сейчас это наиболее часто используемый вид сверхводящих кубитов для квантовых вычислений. То есть трансмон — это слабо ангармоничный сцеллятор, по факту. На практике выходит так, что емкость собственного железонского контакта у трансмонов всегда намного меньше, чем емкость шунта, и поэтому зарядовая энергия полностью определяется шунтом. А железонская энергия невисимо определяется в площади перехлеста контактов. То есть получается, что можно независимо подбирать вот этот масштаб энергии, и плазмную штату, а также ангармонизм. Ну, я вам уже начал оставить какие-то технические подробности. Значит, сейчас у нас осталось немного времени, я повторю, немножко и сфокусируюсь на таких вещах. Мы сегодня с вами поговорили о соотношении неопределенности. Мы посмотрели на эту задачку схемотехническую, схватывая точки зрения по аналогии с некой частицей. Мы выяснили, что такую систему можно квантовать, и поняли, что мы не можем одновременно померить разных фаз и заряд. Увидели вот такое соотношение неопределенности. Как понять, в каком режиме находится наша цель? В режиме, когда у нас хорошо определенная фаза или хорошо определен заряд? Чтобы это понять, нужно посмотреть на характерный масштаб энергии, зарядовая энергия джессонская. Если мы находимся вот в этом режиме, то есть джессонская энергия намного больше, чем зарядовая, то у нас все уровни будут располагаться низко-низко в нашем потенциале, в косинусоидальном. Примерно их можно рассматривать как некая частица в гармоническом потенциале, и эти уровни будут практически экодистантными. При этом, поскольку все находится внизу, мы можем сказать, что фаза хорошо определена. Она очень близка к нулю, и у нее маленькая неопределенность. Вот здесь примерно такая неопределенность. То есть, измеряя фазу, мы можем заставить нашу систему с такой фазой, или с такой фазой, или с такой фазой. То есть, в каком-то вот таком разбросе. Если выполняется вот это соотношение, то Δφ будет намного меньше, чем 2π. Ну и я вам такую формулку приведу. Теперь представьте, что вы начинаете каким-то образом менять соотношение джессоновской зарядовой энергии. Увеличиваете зарядовую, уменьшаете джессоновскую, ну, таким образом, вот это вот отношение у вас приближается к единице. Тогда Δφ тоже будет увеличиваться, будет приближаться к 2π. И в конце концов, размазанность у вас станет сравнимая с расстоянием между горбами. Так, то есть, вот эта картинка, она такая, можно сказать, промежуточная. Значит, вот в этом случае у вас все будет происходить внизу, будет много-много-много уровней. и те уровни, с которыми вы работаете, они будут... Фаза в среднем, она будет близка к нулю. Противоположный случай это когда когда у вас же солнцкая энергия станет сравнимой с зарядовой или будет даже меньше. Вот в этом случае у вас уровень энергии, самый нижний уровень энергии, его высота будет сравнима с джессоновской энергией. Вот, и можно сказать, что вот такая будет волновая функция, то есть вы фактически уже хвостами функции чувствуете соседние ямы. вот, и в предельном случае, когда джессоновская энергия будет сильно меньше, чем зарядовая, у вас просто будет континуум. То есть у вас будет возможно с примерно равной вероятностью любая фаза. Вот, но в этом случае по соотношению неопределенности у вас, поскольку фаза будет размазана, будет хорошо определен заряд. Будет точно знать, какое количество частиц у вас сидит на вашей пакетной соторе. Вот это два противоположных режима. Режим хорошо определенной фазы и режим хорошо определенного заряда. Думаю, сухой остаток, который вы должны вынести из сегодняшнего занятия, его можно двумя отверждениями сформулировать. Первое, то, что в каком режиме находится джессонский контакт, это определяется характерными масштабами энергии, зарядовой и джессоновской. Вам нужно их сравнивать, и тогда вы примерно можете представлять, какая будет картинка, даже без решения задачи. То есть, либо такая, либо такая. Второе, то, что есть некий формальный подход к решению вообще произвольных задач с электрическими цепями. Я вам просто сегодня показывал простой пример, чтобы вы ощутили вот эти масштабы энергии. Подход этот называется формализм экономического фронтования. и записывается вот так. Вам нужно найти кинетическую энергию системы как функцию от неких, ну ладно, точнее с потенциальной. Потенциальную данную систему как функцию от неких абстрактных координат. КВ1, КВ2, КВ2. В общем, есть же сокращенная запись. Точно так же вам нужно найти кинетическую энергию, являющуюся функцией производной от этих абстрактных координат. Как только вы смогли построить потенциальную кинетическую энергию, дальше уже вы идете просто по некому алгоритму. Причем выбор того, какая энергия будет кинетическая, какая потенциальная, он произвольный. Вот в нашей задаче мы могли выбрать заряд координатой и уже из этого найти, как будет связана фаза с каноническими импульсами. Ну, фактически у нас фаза была бы каноническими импульсами. Понятно, да? Вот. Когда вы вот это сделаете, вы выражаете канонические импульсы, как dL по dM, q и t с точками. Ну, фактически в большинстве задач окажется, что это будет dT, d, q и t с точками. Вот. И когда у вас определены канонические координаты и импульсы, вы уже можете записать габютониан. Габютониан формально, можете подсказать, как записывается? Генетическая реакция, да? Генетическая реакция, да? Генетическая реакция, да? Генетическая реакция, да? Это наиболее частый, частный случай, на самом деле. Здесь более правильная формулка. Что это? n плюс... p, it, q, it с точкой минус l. По-моему, вот так, да? Помните стептический реакция? Вот. Но на самом деле часто окажется, что это будет просто r плюс p. Вот. Когда вы это сделали, вы находите уже состояние возможной вашей системы стационарной и энергии, просто решая уравнение Швелингера. вот и все. То есть, какая бы у вас не была сложная цель, сложная система, если вы сможете записать энергию, вы сможете найти динамику этой системы. То есть, вы сможете найти, как меняется вероятность в системе иметь те или иные обобщенные координаты. Те или иные, например, фазы джессанских контактов или токи. Вот. Примерно так. Сегодня был просто какой-то простой пример. На одном из следующих занятий мы рассмотрим более сложный пример, где будет несколько джессанских контактов, несколькими костей. Посмотрим, какие там будут потенциалы и как выглядят решения. Думаю, что это будет через занятия. Вот. Есть у вас вопросы по этому методу? Довольно прозрачно, да? Можно еще подключить. А все-таки, как бы вы понимаете, что именно прошло не нападок за данные? То есть, вот мы смотрим. Ну, вы можете просто взять и найти решение, да? Да. Это известно. Ну, там прям формула есть. И у него есть характерный некий разброс. Ну, там, по-моему, такое решение, что модуль Пси — это 10 или минус Кси в квадрате на Кси в квадрате, да? И вот этот вот Кси в квадрате выражается через массу и, там, кривизну потенциала, да? Ну, приближенный вы можете сделать следующее. Вы можете просто приравнять, найти точки поворота классические, да? То есть написать, что одна вторая H омега плазменная будет равно вот этому вашему потенциалу, да? Это будет E G с нас как в полам фи в квадрате. Вот. И вот эти две точки поворота, они определяют разброс, характерный разброс фазы, да? Вот вы найдёте, что дельта-фи будет примерно 2 в квадрате. Так, H омега плазменная делит на аллергию в железо-солнце. Так идём. С – С – С – С – А! С – С – С – С – Простите? С – С – С – С – С – А, слушайте, я, может быть, даже вам неклассно лимошка информирую. Давайте их подставим. Когда он написал разброс фазы, написал это в степени 1,2, а тут должна быть 1,4. С чем это надо сравнить? Это надо сравнить с расстоянием между максимумами, а это будет 2π. Здесь будет корень четвертой степени из 2π. В общем, когда же Солнце намного больше, чем зарядовая, вот эта величина будет маленькая, по сравнению с единицей. Но с единицей, значит, из 2π тоже. То есть вы будете где-то внизу, в опусковой стилкализованной. Окей? Хорошо. Тогда на сегодня все.